Всем привет! Сегодня мы поговорим о двух основных типах электродвигателей, использующихся в радиоуправляемых моделях, коллекторных и бесколлекторных, и об их основных параметрах и характеристиках. Начнем с коллекторных или щеточных моторов. Если вы сталкивались с обоими этими названиями, то знайте, что это одно и то же. В описаниях также часто присутствует их английское название «brushed» от слова «brush» – «щетка». Данный тип двигателей был изобретен еще в XIX веке и до сих пор используется. Эти двигатели являются менее надежными и развивают меньшую скорость, чем бесколлекторные, но они же и дешевле, и поэтому их можно часто увидеть в различных недорогих игрушках типа этой радиоуправляемой машинки. Вот, например, еще один щеточный двигатель, который очень часто можно увидеть в составе различных проектов на основе платформы Arduino. Главной особенностью коллекторных двигателей является наличие щеточно-коллекторного узла, который обеспечивает движение радиоуправляемой модели. Главным внешним отличием коллекторного двигателя от бесколлекторного является наличие у него двух проводов вместо трех. Коллекторный двигатель состоит из подвижной части – ротор, и неподвижный – статор, корпус. Коллектор – набор контактов, расположенных на роторе, и щетки – скользящие контакты, расположенные вне ротора, прижатые к коллектору. Ротор с обмотками вращается внутри статора. Щетки используются, чтобы передавать электрическую энергию на катушки вращающихся обмоток ротора. Если совсем просто, то в коллекторном двигателе вращается внутренняя его часть, а корпус остается неподвижным. Обычные коллекторные электродвигатели имеют всего два провода – положительный и отрицательный. Ими двигатель подключается к регулятору скорости. Схема регулятора для коллекторного двигателя простая, что также уменьшает стоимость комплектации. В совсем примитивных схемах регулятора скорости может и не быть. К примеру, подав на два провода двигателя соответствующее напряжение от источника постоянного тока, например обычной батарейки или аккумулятора, мы приводим вал двигателя в движение. Бесколлекторные двигатели или бесщеточные – брашлес – дороже, но способны развивать большую скорость, а также они более износостойкие. Модель, оборудованная современной бесколлекторной системой ездит и быстрее и дольше. Кстати, так как в английской версии название тоже присутствует слово «браш», не путайте между собой слова «брашит» и «брашлес». Высокая эффективность и износа стойкости этого типа двигателей достигается благодаря отсутствию щеточно-коллекторного узла. Одним из главных внешних отличий бесколлекторного мотора от коллекторного является наличие у него трех проводов вместо двух. У бесколлекторного двигателя подвижной частью является как раз статор – корпус с постоянными магнитами, а неподвижной частью – ротор с трехфазной обмоткой. Бесколлекторный двигатель приводится во вращение трехфазным переменным током, поэтому для их работы необходим специальный контроллер скорости – регулятор. Как и сам бесколлекторный двигатель, так и его регулятор имеет более сложную конструкцию, в силу чего стоимость возрастает. Можно сказать, что бесщеточные моторы практически не изнашиваются. Изнашиваться могут только подшипники. Единственная возможность разбить мотор – это столкновения или удары, которые могут испортить подшипники. Или можно еще сжечь контроллер. Но при наличии в контроллере защиты по току он тоже прослужит долго. Помимо деления на коллекторный и бесколлекторный, двигатели делятся еще по некоторым характеристикам. Начнем с размеров. Для коллекторного двигателя эта характеристика называется класс, где цифры, к примеру, 300, 400 или 280. Обозначается длина корпуса двигателя в миллиметрах умножить на 10. У бесколлекторных двигателей важной характеристикой является диаметр и высота статора. Двигатель, который вы видите на экране, имеет параметры 2208. Это значит, что диаметр статора 22 мм, а его высота 8 мм. Различие в размерах дает представление о мощности бесколлекторного электромотора. Чем больше размер, тем выше мощность. Мощность двигателя измеряется в ваттах. Она определяет работу, которую двигатель может выполнить в единицу времени. Это самая важная характеристика мотора. Зная мощность, можно определить максимальную нагрузку, которую может выдержать двигатель по формуле P равно I на U. Зная мощность, можно подобрать аккумулятор и регулятор по максимальной силе тока, получаемый из этой формулы. Например, этот регулятор предназначен для силы тока в 30 ампер. Брать всегда лучше с запасом. Если ваша силовая установка потребляет 20 ампер на максимуме, берите регулятор на 30 и так далее. Очень часто, особенно новичков, вводят ступор обозначения на двигателе КВ. 1800 КВ, 2200 КВ. На самом деле все просто. Это обороты на вольт, то есть коэффициент отношения частоты вращения оборотов мотора к напряжению питания мотора. Грубо говоря, он показывает, какую скорость вращения двигателя дает каждый вольт напряжения. Например, мотор с коэффициентом КВ равным 980, на который подается 11,1 В, будет вращаться со скоростью равной 980 умножить на 11,1, то есть 10878 оборотов в минуту без нагрузки. Показания тока могут представлять максимальный непрерывный ток и предельные значения тока, который может подаваться на двигатель. Выбирая аккумулятор или регулятор, выбирайте те, на которых указано значение максимального непрерывного тока, который больше или равен, чем значение тока на моторе. Для разных моделей, разных используемых шестеренок и пропеллеров, требуемый КВ мотора подбирается и вычисляется индивидуально. По этому параметру можно подобрать применение мотора, аккумулятор и пропеллер. Так, моторы с КВ большим, чем 2000, как правило, применяются на вертолетах, квадрокоптерах, либо на скоростных моделях. Меньше КВ означает больший крутящий момент, так как на каждый оборот будет тратиться больше энергии на вольт, соответственно, тяга будет больше. Чем выше КВ моторов, тем компактнее должны быть винты. Винты небольшого размера обеспечивают более высокую скорость, но снижают эффективность. Конфигурацию с винтами большого размера и, соответственно, моторы с более низким значением КВ проще заставить стабильно летать. Она расходует меньше энергии, позволяет поднять большую массу. Напряжение питания. Это напряжение, к которому приспособлен двигатель. Измеряется в вольтах. В описаниях на страницах товара часто можно увидеть параметры типа 2С, 3С и т.д. Это количество банок аккумулятора, соединенных последовательно. Банками называют ячейки аккумулятора, то есть, по сути, это отдельные маленькие батарейки, соединенные вместе. При сильном превышении рекомендованного напряжения резко уменьшается время жизни мотора. Например, имеются моторы с рабочим напряжением 7,4 и 11,1 вольта. Напряжение на одной банке литиевого аккумулятора составляет 3,7 вольта. Делим значение напряжения двигателей на 3,7 и получаем, что для работы первого мотора необходим двухбаночный аккумулятор, то есть 2С, а для второго 3С. Эти цифры, конечно, ориентировочные. Моторы способны работать и при повышенных напряжениях, но до разумных пределов. В ролике мы упоминали понятие максимальный ток, пиковый ток, рабочий ток. В принципе, смысл этих терминов лежит в самом их названии, но, возможно, кто-то не знает, поэтому поясним. Максимальный ток или максимальная нагрузка – это сила тока, которая способен без повреждений выдержать двигатель или регулятор. Рабочий ток – это сила тока, которая пропускается мотором длительно и без перегрузки, при номинальном напряжении. На этом, пожалуй, мы и закончим. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях и ставьте лайк, если ролик был для вас полезен. Ссылки на устройства, которые мелькали в этом видео, а также на всякие другие, будут в описании под ним же. Всего вам хорошего и до новых встреч. Пока! Обозначается длина корпуса двигателя в миллиметрах умножить на 10.